В Министерстве обороны Российской Федерации подтвердили гибель командира 4-й мотострелковой бригады, полковника Макарова. Вместе с ним убит заместитель командира корпуса по воспитательной работе, тоже полковник. Вроде бы есть данные о том, что ранен начальник штаба бригады, тяжело ранен, эвакуирован в тыл. То есть бригада практически лишилась своего командования. О чем это говорит? О том, что качество управления войсками крайне низкое. Старшим офицерам на передовой линии обычно делать нечего. Всем привет, меня зовут Сергей Услендер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами разберем, что же сейчас происходит на фронте. Я вас всегда прошу, вначале подписывайтесь, лайкайте, комментируйте, помогайте мне продвигать мои видео. Патреон в описании. Но если вспомнить историю этой войны, даже вот историю полномасштабного вторжения, это далеко не первый случай гибели командира бригады российской, и не второй, и далеко не последний, как я полагаю. Потому что, в принципе, это говорит о том, что качество управления войсками крайне низкое. Командир бригады вообще не должен находиться на передовой линии, вот в передовых окопах. Он должен руководить боем со своего командного пункта, руководить боем всей бригады. На месте командуют там командиры рот, ну максимум командиры батальонов. Командир бригады там находиться не должен. Ну вот если взять для примера израильскую армию, то командир бригады это очень такая высокая должность. Прямо скажем, после нее переходят там на следующие ступени военной карьеры. Это очень ценный ресурс, и готовят их там десятилетиями, и для того, чтобы стать командиром бригады, нужно много лет прослужить в армии, нужно иметь очень такой серьезный опыт, в том числе боевой. И так вот просто такими офицерами не разбрасываются. Произошло это под Бахмутом, там сейчас резко активизировались боевые действия. Ну, в принципе, они-то там и не прекращались, и бои там идут по-прежнему исключительно тяжелые. Внутри города украинцы по-прежнему обороняются, пытаясь удержать вот ту небольшую часть, которую они все еще контролируют, его как бы западную часть. Большую часть города контролируют российские военные и группировка Вагнера, но это суть-то, в принципе, одно и то же. А вот на флангах там у украинцев наметился успех. Если взглянуть на карту, вот видно, как вот эти клешни российского полуокружения охватывают город, и с севера и с юга образовались такие характерные выступы. Вот они обозначены красным, я их обвел кружками. На севере, соответственно, это в районе Берховки, а на юге в районе Клещеевки. Вообще вот такой выступ, он хорош, когда ты собираешься наступать, когда ты только собираешься начинать наступление, и это такой удобный плацдарм или трамплин, если хотите, для того, чтобы вот начать оттуда наступательные действия. Когда твои войска истощены, когда наступательный порыв уже, в принципе, утрачен, но твои войска находятся в наступательных боевых порядках, то есть не готовы к обороне, это становится таким опасным явлением, потому что противник может подрезать этот выступ на флангах, подрезать его под основание и устроить там какой-нибудь котел, большой или маленький, как получится. Вот примерно к этому и стремятся украинцы. Они сейчас, как бы это выразиться, пытаются вот разжать вот эти клещи окружения, для того, чтобы отодвинуть противника от дороги. Ну, еще некоторое время назад я записывал видео, вот ссылка на него, в котором я назвал Бахмут ловушкой для российской армии, потому что задача Бахмута была в том, чтобы притянуть на себя основную часть российских резервов, втянуть их в тяжелые оборонительные городские бои и не дать им произвести какие-то наступательные действия на другом участке фронта. Там продолжаются бои возле Авдеевки и Маринки, ну там вообще просто это идет уже, собственно, сначала полномасштабного вторжения, они штурмуют и Маринку, и Авдеевку, а это, собственно, пригороды Донецка, да, без особого успеха. Города эти, конечно, полностью разрушены, это спору нет, это все придется после войны там каким-то образом восстанавливать, но факт заключается фактом. Основные усилия российская армия вот перенесла на Бахмут и никакого успеха там не добилась. Ну вот, собственно, битва-то за Бахмут продолжается уже около года, и вот от того места, где россияне находились на момент начала полномасштабного вторжения или на момент движения на Бахмут прошел год, и они продвинулись за все это время, включая продвижение внутри Бахмута, примерно на 30 километров. Это вот если поделить 365 дней в году на 30, получается примерно километр в 12 дней. На метры я там даже делить не буду, это уже не имеет никакого смысла. Совершенно очевидно, что вот это наступление на Бахмут уже давным-давно провалилось, но они с каким-то маниакальным упорством продолжают его штурмовать. Как я уже говорил ранее, я не понимаю, зачем им нужен Бахмут. По идее, вот если бы они его сумели захватить каким-нибудь там лихим кавалерийским наскоком в начале полномасштабного вторжения, ну скажем, в течение месяца, да, это был бы отличный такой плацдарм или трамплин для наступления на Славянский Краматорск и вот полного захвата Донецкой области. Окей, согласен. Но все, этот момент уже совершенно утрачен, потому что Славянский и Краматорск прекрасно укреплены, это такой единый укрепрайон, между ними и Бахмутом находятся еще несколько линий обороны ВСУ. И для чего им сдался этот Бахмут, я вот честно сказать, понять вообще не могу совершенно. Это мне напоминает историю со Сталинградом, который немцы вот тоже с маниакальным упорством штурмовали, 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 потратили там свои боеспособные соединения, пожгли там свои танки, в результате попали под контрудар советских войск. Хотя очень многие аналитики после войны вот это дело разбирали и недоумевали по этому поводу. В чем проблема была там, на 50 километров ниже или выше по течению Волги переправиться через нее, и вот они за Волжские степи, идеальный театр для применения механизированных соединений, а в это немцы умели очень хорошо, им казалось, вот развивая наступление, не обойди ты этот Сталинград уже в конце концов. Но, по всей видимости, как предполагают многие историки, был личный приказ Гитлера. Вот город имени Сталина взять и вот хоть-то тресни. Вот примерно то же самое, какая-то такая же ситуация складывается с Бахмутом. Есть какой-то, видимо, наверное, приказ Путина, там может быть, я не знаю, взять Бахмут. Почему ему сдался этот Бахмут, опять же, объяснить совершенно невозможно. Возможно, есть какое-то объяснение, и возможно, оно настолько абсурдное, что мы, если узнаем когда-нибудь эту правду, мы прям сильно удивимся. Ну и вообще по всей линии фронта началась вот такая серия, как это назвали западные аналитики формирующих операций. Такой довольно странный термин, мне он раньше не попадался. На самом деле, это такой набор частных операций, в ходе которых украинцы ведут как бы подготовку к какому-то широкомасштабному наступлению, которое вот они, собственно, готовят последние, там, не знаю, уже несколько месяцев, да. Где-то они улучшают тактическое положение, где-то выбивают российскую логистику, где-то наносят удары, там, по командным пунктам. Вот их военкоры российские писали о том, что противник наносит ракетное поражение нашим командным пунктам, ситуация сложная и так далее. Ситуация не сложная, ситуация вообще катастрофическая совершенно, потому что с помощью вот этих западных дальнобойных средств поражения украинцы действительно достают далеко за линию фронта. И вот, собственно, гибель командира бригады целой, да, вот она говорит о том, что у украинцев отлично налажена разведка, они знают, где кто находится. Кстати, одна из версий, что он погиб не на передовой, это они так придумали у себя в пропаганде, да, что вот он там прям героически был на передовой, тем самым показывая, кстати, абсолютную безграмотность командиров. Еще раз говорю, командиру бригады нечего делать на передовой, там другие командиры должны командовать. А есть версия, что украинцы поразили командный пункт бригады, вот они каким-то образом его обнаружили и нанесли туда удар. Может быть, Хаймарсами, может быть, GLSDB, там, в общем, сейчас у них такой довольно широкий спектр средств поражения, которыми они могут доставать, как я уже сказал, далеко за линию фронта. Ну, Пригожин тот вообще уже весь изнылся, там бесконечные у него вот эти вот обращения, там, прикройте нам фланги, дайте нам снаряды, они уже запустили целый флешмоб у себя, дайте снаряды вагнерам, там вот это вот все. То есть незаконное вооруженное формирование, значит, где-то там воюет, а народ стоит с плакатиками, там, дайте снаряды вагнерам, и вот значок хэштега. Ну, бог с ними, там, пусть они делают, что хотят, дадут им снаряды, не дадут им снаряды, это все не имеет значения. Беспокойство Пригожина совершенно очевидно, потому что вагнер втянулся в тяжелые городские бои, и если украинцам действительно удастся подрезать фланги, то они эту группировку окружат. И тут, в общем, к бабке не ходи, они ее уничтожат. Никто их там в плен брать не будет, по понятным причинам. А для Пригожина вагнер, это сейчас его самый дорогой и самый ценный актив, вот его наемники. Имеется в виду та часть наемников, которые профессиональные. Не зэки там, которых совершенно не жалко, им терять совершенно нечего, а именно вот это вот костяк его профессиональных наемников, которых он сейчас рискует потерять в этом бахмуте. Итого, что мы, собственно, вот сейчас имеем во всей этой истории. По всей линии фронта активизировались боевые действия. Украинцы наносят сейчас противнику огневое поражение. Мне вот пишет подписчик с юга, да, он там живет, ну, скажем, недалеко от Днепра, я специально не говорю никогда, населенный пункт, не дай бог вычислят. Прилетает, говорит, каждый божий день, каждый божий день. Окупанты очень сильно нервничают, постоянно там попадает по их базам, по их скоплениям техники, по их складам и так далее. В Бахмуте продолжаются тяжелые бои на бахмутском направлении, да, россияне по-прежнему пытаются взять этот город и по-прежнему продвижение у них там исчисляется десятками метров в сутки. На флангах украинцы существенно продвинулись и улучшили свое положение, там возникла угроза окружения, если российское командование в ближайшее время оттуда свои части не отведет, то, вот, судя по всему, там речь идет о возможном окружении и поражении. Что это дает украинцам? Во фронте образуется дыра, потому что на этом участке находятся их самые боеспособные соединения, на этом участке нет линии обороны, в отличие от Запорожья там, например, какого-нибудь, или там района Сватова-Кременной, и вот тут украинцы могут и нанести тот самый свой контрудар, да, или начать наступление прямо на этом участке. Ну, тут гадать можно сколько угодно, еще раз я призываю всех на эту тему не спекулировать, потому что вот генерал Залужный и генштаб ВСУ гораздо лучше знает, где им наступать и когда им наступать. Украинцы, как мы видим, получили какие-то средства поражения, Storm Shadow это подтверждено, что-то они получили, с помощью чего они поразили два самолета и два вертолета, о чем я рассказывал буквально накануне, и, вероятнее всего, они получили JLSDB. Скорее всего, есть и еще что-нибудь, чего пока еще в бой не вводили и не применяли. Все это очень сильно расширяет огневые возможности украинской армии, и расширяет радиус поражения, делая российскую логистику, которая и так-то всегда была через одно место, все более и более сложной. Так что посмотрим, как будут развиваться там события, внимательно за этими вещами следим и ждем украинского наступления. Вот когда оно начнется, тогда оно и начнется. Спасибо, что смотрите мои видео. Еще раз вас призываю, лайкайте, подписывайтесь, комментируйте, пишите в комментах. И, кстати, у меня просьба, кто может помочь мне с английскими субтитрами, напишите мне, пожалуйста, в комментарии или в личку, там есть электронная почта в описании моего канала. Еще раз спасибо, всем пока!